коллектив доброго у нас что там лекс и мы сейчас с вами будем пытаться вытянуть вот стакан туда нам надо стакан подать конечно это перемычка смущает она на самом деле в толстая блин и она так будет тянуть лонжерон что она здесь чуть-чуть согнула здесь будем фиксировать лужу закончилась присадка у меня лет когда таких купил давным-давно там года 4 раза и купил сразу килограмм проволоки мягкой 40 43 хотя видосе кстати пару дней назад сказал заказал присадку 4042 а потом при монтаже монтирую думаю вы сейчас будут подправлять что не то сказал или что это за присадка но никто не подправил значит не заметили 3 2 присадка 40 43 мягенькая просто я когда пара купила купил килограмм 3 2 мягкой и 52 56 или как это все штат жесткая в общем жесткая нафиг не нужна как оказалось в моем кузовом ремонте надо мягкая килограмм я выработал за эти четыре он я выработал килограмм и полки лотой купил 32 мягкой 40 43 и купил двойки тоже 40 43 мягкой потому что иногда я понял когда что-то очень тоненькая варишь толстый варить не вариант в общем у нас с вами есть два килограмма алюминия прикольно же спасибо за ссылку этот стакан стоит в норме полностью если взять отверстие отверстия между ними то как раз вот между ними попадает вот в тот стакан а если взять посмотреть на это отверстие на это и которые между ними то ни черта ну не попадает центр того стакана вот эта линия условно между по центру отверстия и вот куда-то вот выходит вот туда а должна вот туда поэтому блин домик мешает нам бы просто сейчас вот прикрутиться и вот под таким наклоном потянуть да ну да чем тянуть будем чем крутится красной планкой незаменимая вещь кузовом ремонте все тянет и ланджероны тянет и вчера тянули там полочку ту мелкую сейчас только болт на м10 хорошую плотности заменим прикрутим мой как раз как раз изгиб подошел вот так план а домик согнул он все равно согнутый был если тут выровнял выровнял тот был неровный вот так на потянуть начался морда пойдет сюда тянуться надо как-то зафиксировать морду поставить стойку куда же здесь упереть это немножко жидковатая упереть ну да упереть куда упереть как-то не вижу никуда сюда как-то ну далеко хочется наоборот сюда поэтому нам надо его зафиксировать это тоже все снимаем она нам не надо мешать конечно плохо что мы болт потеряли отверстие имею ввиду что когда я буду тянуть и отпускать когда у нас бы была посевуха и мы мерили раз размер 2 размер печально да что потеряли но у нас есть с вами вот этот размер ну как бы отверстие мы от него можем классно мерить тому же не от этого но чем ближе туда тем хуже от этого это не показатель вот это натянуть чтобы не перекрывала следующий шаг так нету все разобрал эту стойку надо снимать не надо пока не надо но потом надо будет потом объясню зачем не сегодня ночи на буду все снять теперь нужно его зафиксировать потому что сейчас малейшее движение он будет туда валится можем взять можем взять какой-то профиль там можем уголок какой-то 50 взять приварить к стапелю приварить к гайкам которые или болтам которые прикрутятся да а потом еще диагональ по диагональке так приварится намертво жестко будет лень варится ну лень варится значит варить не будем сейчас сюда зажимчик ставим и стяжку и механическую и потом когда будем тянуть стекан просто нивелирку кинем будем смотреть насколько его оттягивают если будут оттягивать там до сантиметра по барабану главное чтоб не перетянуло пару сантиметров поставил типа стяжку давайте сниму поставил стяжку тут высота там град чтоб низ его типа нету понятно да не уходила там домкрат под мастер на место чтобы не уходила все-таки эту штуку снял хотя думал сейчас мешать не буду снял мало ли вдруг погнул есть стакан зацепил размер на линейке изначально выставил между болтиками отверстиями слушайте нам чтобы потянуть хотя бы еще знаете от фонаря надо размер какой-то на записать нужно вообще было видно тянется не тянется а чего же запишем давайте так если вот взять да там бы такой маленький скандом переломчик будет и до отверстия в принципе более-менее ровненько сто три и четыре еще один раз запишем это мы как бы от стакана взяли легче все-таки сюда побольше можно за это вот так от стакана от отверстия наметили отверстие да еще померим а пусть до вот этого момента будет до начала . до начала . 124 и 7 4 и 7 и давайте тянут смотреть что куда там нивелир стоит у там стоит нивелировал вот он светит мне блин я его сбил по ходу ну ладно не на или нет нет я чуть натянут пусть стоит чуть-чуть натянуты инфе страшно пробуем в ракурс нормально там просто посмотреть пойдет не пойдет за вот это место бы не было перемычки нас бланжуну пол камни парил там села бросим идет надо включать достучать ничего не получится было 47 сейчас 5 и 5 ну нормально 3 и 5 8 миллиметров 8 миллиметров это место покажу прикольно между стаканами между отверстием было 34 сейчас 4 6 как 6 6 это дофигища что-то что так сильно пошло все вот у меня есть размер записанный ну сейчас пока не будем как бы сбить сбивать я просто поставлю в отверстие и посмотрю как у меня от люка то не получилось посмотреть потому что его перекрыла сушить ему реально чуть ли не на сантиметру отверстие вытянули вы немножко сейчас выгравлика перекрыла блин вы на сантиметр вытянули отверстие что-то как-то сильно все легко что-то это мне чуть не нравится спускаем и сейчас я цепку и гидравлику завалю сюда цепи чтобы был мы не прямо бога больше чуть даже вперед тянули на место типа развернуть надо шикарно идет что-то мне в один момент показалось что я записал размеры между ушками ширину и между отверстиями не что-то в один момент показалось когда мы сейчас тянем у нас вот это туда валится но вы знаете вроде по не вижу ничего не валится то показалось в следующий момент я освободил то отверстие то что мы более под под наклоном тянем сейчас я уже могу линейкой померить насколько вы она отпущена насколько мы вообще вытянули только что это вот одним движением на понты на 2 миллиметра реально два миллиметра мы уже вытянули еще ни одного раза не стукнули это прикольно упор был плохой как вообще она вдруг снег который будет прикольный или не будет будет мешать вот здесь у нас все в оси там полностью отверстия сошлись здесь уже отверстия видны натягу мерим показываем вам вам же тоже надо все показывать камеру не выключаем потом монтировать на дома когда куча отгрызков этот размер он изначально был затянут под вот эти отверстия по центрам все смотреть там центр здесь вот где реально миллилитров восемь сто процентов слушайте а не дофига ли это все не дофига ли это восемь я сейчас простучу но еще подпрыгнет нафиг насколько белок сережка а ты можешь сделать такую насадку с карандашом с чтобы я вот смотрел так вот чип подвел и все было классно можно скотч до наклеить стучим особенно нам важно вот это перемычка ну я имею ввиду ее надо хорошо простучать крепкая она не стучится сдвинула что-то подвинула поэтому спускаем раз тут надо натянуть сдвинулась она классно держалась есть немножко перетянем блин а у нас случайно вот это вниз доброго нормально у нас все с вами пробуем дальше это я пустил да еще на миллиметр от того что я зарисовал там поэтому стучим открыть всё вот вот натянута простучал тут еще знаете проблема разговик был хлопнутая фиг его знает как он должен быть вот что-то я пытаюсь выдать сюда наружу он пока не идет такой должен быть не такой это потом предохновительные ящики будем ставить посмотрим что так ну вот еще есть помятости вот надо сейчас все это взять на ковальтинку через что-то выбить но в общем какая ситуация на двери ничего не повлияло тут у нас уже перетянуто на миллиметров 12 как-то легко нас удалось если уже как бы начать тут центр центр и можно прикрутить вообще для контроля то это отверстие уже перетянуто это отверстие отличная вот это отверстие перетянутая уже а это классная то есть надо наверное отпускать уже и мерить конкретно даже войску наверное разбить и можно будет от вот этих отверстий сразу осевуху кинуть она нам покажет насколько и плюс мы узнаем насколько и надо вообще потянуть а пока давайте бросим что-то пошло куда-то центр здесь тоже автоматом центр вырисовываются пока не вижу зажмется тут надо паду подбить ухо там зажмется как симпотно пока симпотно очень мы когда меряем линейки колумы и к осевушку ну то есть одно сторону вторую надо всегда линейку выставлять ну как правило мы если мерим между зоной жены то они уже высоте знаете вот я сейчас поставил и короче нельзя чтоб линейка была наклоненная я сейчас поставил осевуху закрепим осевуху поставил осевуху и поставил линейку и поставил линейку здесь как бы вот ну на живот нулевая точка вот в одну нулевую точку а там просто дальше размер кинул и не понимаю почему у меня не 2 и 9 а 2 или 6 когда думаю оно могло убежать знаете спустя только пару минут я одублился линейка заваленная чему выше поднимаем тем размер же больше поэтому я тут решил схитрить просто и не сбивать тот размер который ставил я хотел померить я хотел просто поставить эту штуку ровно и выставить 2 и 9 ну как бы ну и так осевушка ну это дополнительный короче не получился прикол просто дома нож на высоте а когда мы на высоту поднимаем у нас видите уже три уже 2 и 6 уже ну то есть вот 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 поэтому этот прикол не удался не ну как не удался я просто хотел проконтролировать еще осевуху вот этим стаканом у нас с вами все отпущено и гидравлика отпущено и домкраты все осевушка стоит ровненько теперь мы с вами меряем тут у нас нет пока отверстия мы его не можем взять да вот этих что мерили кстати мы выкинули миллиметров 6 наверное сейчас отпущено смотрим раз центр 20 есть 44 светит осевушка на цифру 4 теперь наш битый стаканчик что покажет 4 есть все по этим отверстиям у нас ровно-ровно сейчас я вам буду все показывать а чё стакан как-то стакан колокнулся осевушка блин а полезу я наверно еще осевушку хотят только что мерил и знаете хочет под час хочется поставить 2 миллиметра нулевая точка 4 до и пол осевуха стреляет 64 вот нулевая точка сейчас будем все это дело разбирать уже раз давайте еще или не надо блин так она ровно стоит час 44 вообще класс в принципе можно разбирать это все и конкретно уже мерить от стакан отверстия мне камера мэрых ты у вас не мэрых ты на экране дисплей может дисплей вы делаются смотреть отверстие стакана 4 и меняем положение блин а ну так ровно получилось с первого раза прикольно я разобрал померил один миллиметр валутся миллиметра не хватает я еще буду тянуть я еще потянул мне кажется я просто недостаточно простучал поэтому еще потянет тем более это подтяжка ни на что на плохое ничего не влияет или же попали в камере давайте жабошку накинем реально блин вот на миллиметр мы больше не было бы супер центр центр сушить помните изначально на живу мерили она вообще не подходила ну вот реально не подходила а сейчас вот типа центр там центр вырисовывают я даже не натягу его ну вот чуть-чуть надо натянуть это уже просто но само такое блин если тут наживлю тут а ну вот центр чтобы бог тут нет еще давайте потянем не сильный центр вышел блин а здесь симпотно вышло даже стакан видно что перетянуть чуть загадка то есть реальный миллиметр разница если верить что живого идеале полу станет в идеале если мерить размерами которые вообще непонятно какие у нас то ничего делать не надо еще померю подумаю буду этим я попробовал зацепить за стакан и померить до стоек диагональ блин у меня на показывают тоже чуть меньше не могу сказать миллиметр 35 уметь я вижу что чуть меньше то есть реально блин люди надо миллиметр вытянуть давайте полтора вытянем просто мало мало простучал ты когда начинаешь работать как юный и зеленый ты берешь цепи 12 миллиметровых с таким звеном ты все фуфайки ты такие приспособы делаешь мощные со временем вот эта штука вытянула я не знаю сто пятьдесят тысяч миллионов стаканов ну да смотрите какое у нее тело маленькое тянешь ты обычным десятым болтом самым обычным не делаешь эти чашки будут супер массивные потому что со временем ты понимаешь на самом деле не так уж много дать надо на автомобиль нагрузку чтобы он вышел в стакан вытянуть чтобы еще что-то потянуть не немного то ты когда молодой думаешь что у это же кузов тут же надо усилие там 25 тонн создать я же когда первую эту стапель делал с этой башни у нас же там цилиндр стоял с трактора такой цилиндр был по-моему 41 40 тонны такой и там вот такой шток был такой шток такой сам цилиндр потому что думали побольше там надо побольше просто тут есть правило надо тянуть под правильным углом и надо побольше обильно стучать на это побольше обильно стучать это я понял что до видосы начал монтировать когда ты первый раз ну скажи сделал видосы такой волк кузов идет это когда мы тебя были какой-то лошон это да как первых три удара все помнит первых три удара они сделали костюм и пути не что мы не записали что-то куда и как-то опять стяжки растяжки зафиксировал мы наугад будем тянуть но зацепим у нас до точки было что тут семерка я уже стёр опять едва не много еще надо миллиметр если перетянем ничего страшного затягиваем я думаю с головешкой хватит перетянем теперь дайте я простучу на нычку все обильно подровняю вот это и спустим посмотрим должно уже хорошо быть чатки горят линейку пришлось сдвинуть потому что конус не попадал то есть и расширить пришлось все правильно 52 и зачем ты задел 2 и 8 сейчас 11 блин у нас не велю по ходу вздыхает да да видели нет не велю как у нас стал славы два и восемь и теперь вот наш битый 100 а видно там 2 и 8 есть оставляем полностью ровно давайте жопу померим мы иногда с вами загоняемся но я знаю не вы я потому что вот смотрите даже не жабо у нее даже есть допуски примеру один болт у нее стоит как направляющий особо не регулируется регулируется тут еще прорезь прорезь смотрите прорезь и кто сказал что в идеале она должен быть в центр вообще нет значит вот этот центр закреплен это закрепится эту надо выровнять эту душу выровнял ну мало эту выровнял вроде нормально закроется видно отлично от нравится да давайте зажмем чтобы вообще нравилось легонько поджали смотрим на вот эту и на то время туда броситься вот раз два три а то хорошо этот наживил этот у нас не регулируется то есть он у нас как направлялка идет дальше что видим отлично нормально вообще хорошо вот этот хорошо я считаю хорошо все есть оставляем и не паримся что мы там что-то куда-то не дотянули все мы дотянули поздравляю сейчас камера правда сдохнет но уже башка у нас уже станет десна подровнять под подровняем прошло немножко времени я заварил давно тягу ровно туда на миллиметров 5 и заварил то что побоялся он тянет не знаю вроде и по размерам между ними все хорошо зачистил черным матом дал то есть толпу как будто то есть ну красиво то есть нормально все тут симпотно дальше извиняюсь тоже дал немножко черным матом смысл не в этом смысл в том что ли ленточным зачистил тут лонжерончик который я попалил тут все зачистил вот цинкарем по грунтовалу и знаете сейчас надо собирать моторный и я хотел белым матом легонько припылить вот это место и вот вот это все фиг его знает будут разбирать красить не будут тут просто чтобы им разобрать например герметоз проложить по сути там и не видно блин тут такой гимор вот вы знаете я не знаю будут разбирать не будут смысл того что у меня нету черного и белого мата я объездил весь город и понял я тут один лошара сегодня работаю сегодня всемирные оказываются выходной а я не знал ну как я знал но я не думал что никто нету где возможности купить баллон блин белого мата я не знаю что мне делать аж расстроен и я хотел сейчас счет 100 и подробник снял я хотел моторный собрать трубочки все вот эти чтобы разбирали и знаете чем еще прикол у меня есть глянцевый баллон белый фирма лидер супер или не лидер забал но у этого баллона пыптык торчит пыптык если нажать краска польется пыптык а у всех других моих баллонов дырка и получается мне надо пыптык с дыркой а нету пыптыка с дыркой нету а тут вот нету пыптыка с дыркой понимаете надо пыптык с папкой во а тут папка все торчит я в печали немножко мне хотелось белым матом пройтись сегодня чё пятница я завтра хотела хочу работать по воскресенье выходной а поднедельник у нас это чубах рабочих три дня ждать чтобы придять это короче вообще невозможно работать выходные седа придумывали на кой чёрт один вам надо выходной выходной не хочу я выходной а чё работать люди созданы для того чтобы всю жизнь пахать горбатиться пошло горбат у нас все готово нам сейчас надо кинуть шумку трубки проводки разложить там вывести все то есть все пошла сборка пошел я где-то баллон искать пойду туда не знаю куда найти ту не знаю что менеджер иван приехал послал игрок пир собирать бурж я их бы собрал валь на самом деле здесь у легко и просто вот примеру там куча трубок не знаешь куда во первых можно открыть фотографию и посмотреть куда же они идут первая пошла под моторный последняя пошла под стакан которая на помяты мы ее не ставим поэтому с помощью телефона и немножко так как бы с помощью другой фотографии третий и пятый все легко собираются наконец-то пригодился ключик с трещоткой потому что здесь крутить раз два три 4 5 6 одну не крутим 7 8 9 10 11 12 и когда неудобно знаете вот это вот перекидывание ключа ну его в баню когда есть ключ с трещоткой это супер жир плюс ключ с трещоткой дорогой я долго на него смотрел спорил но все-таки купил блин долларов 15-20 может даже 25 но вот в данной ситуации когда ты крутишь его тебе пофиг на эти 20 долларов потому что все удобно удобно крутим трещоточным все ну закручиваем наживляем уже так сказать а а дожимаем мы вот эти только в одной руке ты как бы одной рукой блок придерживаешь абс потому что он сейчас может плохо выгнуться другой крутишь сейчас еще не трубки не совпадут до моторного фиг за сколько по что от удара его прижало немножко разгибать на надо трубки я думаю ничего страшного перегнем я чуре дискозапись перепутал хотел сказать можно я на камеру еще раз по благею потому что рожковым это место крутить вот так вот надо подкрутил перекинул ключ с трещоткой который есть у единиц мастеров напишите у кого есть морить есть все сняли поджали да очень редко он будет сейчас я еще буду жабу на вас на конец на гоня на гоня на гоня не жабы номер два ой как удобно ой как быстро прям легко смотрите есть дожимаю я другим хотя я не верю что этим нельзя дожать он классный просто от руки вот нижние от руки крутится пока фиг там крутится трубки немножко все в натяжке стоят потому что они примятые были плюс мы еще помяли об ой какой удобный ключ война конец того он пригодился какой трещоточный ключ дядя андрей видала ты писал когда-то то это хлама не ключ а не хлам почему твой почему хлам если вы все любим вот этими ключами работать с трещотками это еще круче чем топ это как бы знаете сперва уровень мастерства или уровень человек уровень зажирания первым крутимся потом мы крутим крутим с набора потом мы крутим вот таким потом спора резали я поставил трубку которая прибита ну там знаете там нет дырки тормозуха была то есть она да там чуть припита захотят поменяют нет все примерно собрал остался один кронштейн трубки там собрал не знаю куда он открыл моторный щит начал изучать начал вот 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 две дырки кронштейн кронштейн вот он Да, да, видишь, Иван, смотри Когда есть куча фоток Он как-то вот сюда Вот он крепится Когда есть куча фоток, все элементарно и просто И как раз Осталось две гайки Немножко разные, потому что Где-то я какой-то кронштейн не на ту прицепил Но ничего страшного Может они такие были, а может и не были Одна гайка Вторая гайка У меня, люди, немножко пошла сборочка Есть Сейчас, чуть-чуть Хотя бы хочу собрать Потому что Потому что надо Во Это у нас Что-то сюда прищелкаются Или раз, или два И красная я видел Прищелкаются Да? Ну да, сейчас соберу Колпачок подобрал Не знаю, говорил, нет, что был баллон А, да, я показывал Колпачок подошел С отвердителя для суперклея Бывает суперклей И тут отвердос Подошел Поэтому я покрасил Немножко Да просто знаете Вот смотрите Вот далеко видно Что вот Вареная цинка Было там цинку Нет Та и так оно особо не видно Поэтому Это я уже поцарапал Поэтому Я краснул Вот теперь, по крайней мере Когда туда далеко смотришь Не видно А маляр Я не думаю, что он будет Это все разбирать Захотят маляр разобрать Они проводку откинут Вот это не надо маляра снимать Оно трудно снимается И будет классно Что там тут с вами Это все готово 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 То есть моторный Собранный Жабошку Она пока нам мешать будет Ну закрепись ты как-то Ну не хочешь Не крепись Вот смотрите Даже собрал Это радует Потому что Гараж так засрали Я сейчас уже хожу Все собираю Смотрю Перебираю все что осталось Сильно много хлама у нас лишнего Собираю по чуть-чуть Поставил защитку Там потом у нас Алюминиевые перемычки стоят Потом поставим Померил Нормально Становится Я пойду кузов Не растянули Нашел фольгу Смотрел на фотках Смотрел Нету фольги Смотрел сюда Смотрел Увидел гайку Увидел вторую Второе место Пустое Лепил Лепил Вот как бы и подходит Но вообще нет Потом знаете Бабу Край глаз Глаз краем Гайку Зацепил Опа Подошла Значит отсюда Значит Можно ставить Люди правильно Подметили Что первую серию Я говорю Как я буду Как Трудно Трудно Но в итоге Все на легке Получилось Да вы знаете Мне работа по лексу Очень понравилась Если сейчас Предложили Точно такой же Лексус Опять С похожим Ударом Блин Да взял бы Не проблема Да даже двигатель Вытянут не проблема То я просто Вначале Как-то думал Что сильно жестко Будет панели Снимать Как я так Панели сняли Прикольная работа Дело в том Что работаю В обратной Последовательности Очень быстро К примеру Ты машину делаешь Месяц Разбили За 3 минуты Хороший пример Ты мотор Разбирал Целый час Вадька Тогда сидел Скучал Пока я тут Разбирал Сейчас Дышь За 10 минут Собрал Так же Вот и мотор Мотор вытягивал Я тут Фиг на сколько Мучился Привода Сборка Всегда Она идет Быстрее Быстрее Последовательности К примеру Почему я сразу Привода Не отчелкал Тут один хомутик Один хомут Чтоб снять привод Поэтому сейчас Снял И с одной стороны И с другой стороны Без приводов Он зайдет Просто супер Почему я привода В прошлый раз Не открутил Сейчас просто Замотаем Чтоб пылька Не попала Привода Я убрал Кторую Чтоб пылька Не попала Кстати Она привода И ставить Нельзя Потому что Мы Ее Ааа Мы с паркинга Снимем У нас же Рычаг Тут есть Паркинг Он есть Все И вот сюда Примотаем Четыре часа Четыре 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 Да вы правильно Все поняли Я решил Кинуть двигатель Его сейчас сюда Вкинуть Двадцать минут Чем Вот это Его грузить На эвакуатор Отдельно Эвакуатор Повезет Двигатель Бредятина полная Его ставить Два День Я один А там Где их снимай Будут Небось Двое Небось Пол Ровный Когда Пошли раз Двитель Вытаскивал Люди Писали А что Доски Нельзя С ямы Взять А вы Что Сильно Умные Думаете Я сам Будь Не допел А ничего Что Здесь Доски Метра С чем А там 75 А в Складе 80 Где я вам Возьму 107 Доска Нету Есть 75 Есть 80 А вот 75 Как раз И не подходит Ни с одной Ям Потому что Яма Не фиксит Широкая Вставочка В видео Люди Мы сейчас Будем ставить Мотор По одной Причине Самая Главная Причина Хотя Клиент Не просил Его ставить Что Я не могу Его погрузить Нормально На эвакуатор Сейчас Мне надо Отдать кран Эвакуатор Приедет Давай Грузить Как мы Его погрузим Я понимаю Сейчас Многие Напишут Мотор Надо потом Снимать Чтобы Красить Лонжон Правильно Машина За 600 Км Мотору Будет Лучше Если Он Поедет В моторном Отсеке На подушках К себе Домой Чем Он Просто Сейчас На колесе Будет Лежать На эвакуаторе Ну и Нафиг Куча Датчиков Все Побьем С эвакуатор Пока Грузить Будем То Что Там Надо Герметики Ложить И Лонжоны Красить Двигатель Все равно Будут Снимать Поэтому Да Может Какой-то Да Мы делаем Двойную Работу Но Мне Все равно Что Я его За 30 Минут Поставил На самом Деле Да Это Двойная Работа Пофиг Мне Все равно Будут Его Снимать Не Будут Красить Ложон Не Будут Крышку Будут Менять На Машине Или Все Так Мне Глубоко Все равно Самая Главная Причина Этого Всего Действия Чтобы Мы С Эвакуатор Не Грузили Мотор На Эвакуатор Поэтому Давайте Уже Начинайте Писать Что Я Сделал Двойную Работу Добавляем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть... Вы знаете... Еще досок на яму сделать себе... И... Несколько штук... 45-х досок на яму... Полированных... Сделать себе... 45-х... Это я для себя... Для себя... Для себя... 45-х... Люди, у кого есть доски... Кто может досок таких сделать? Предлагайте... 107 сантиметров... Куплю 4 широких доски... А сколько нам надо досок? А нам надо где-то... Побольше нам надо... Нам надо где-то... Да дофига нам надо... Где-то метр двадцать... Минимум... Пусть будут... Запомнили, да, люди? 45-е... 107 сантиметров... Чем шире, тем лучше... И крепче... Есть... Трудностей... Было ноль... Потому что Виталька... Молодец... Привода отсоединил... Вот отсоединил... Привода... И молодец... А если бы не отсоединил... Было в горе... Ну не горе... Трудно было бы заводить... Тут у нас все зажато... Она... Вот эта подушка... Очень регулируется... Относительно вот этой коробки... Вбок влево-вправо... Просто от фонаря зажал... С этой немного проблема... Совпадает-совпадает... Вообще не совпадает... Лонжерон же заворачивался... И вот согнул... В принципе... Как бы можно было бы оттянуть... Ну видите... Она вот помятая-помятая... Толстая... Ну... Двигатель по крайней мере... Вот держится... И когда его болтаешь... Домкрат же отпущенный... Оно вниз не садится... Я уже думал... Знаете... Может просто... Как-то вкрутить болт... И точку одну сделать... Ну это лишь бы доехала до СТО... До СТО надоедет... Там где 600 км ехать... Поэтому... Все... Я решил главную для себя проблему... Которую... Озвучивал в первый и во второй день... Как мы его погрузим до эвакуатора... Никак... Ну представьте... Сейчас приедет эвакуатор... Его как-то надо погрузить... Ну его в баню... Мне было проще его поставить... Ура... 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 Всем счастья здоровья... Всем с праздником... Что нам надо завтра делать... Если будем завтра работать... Можно собрать всю ходовку в ноль... Ходовка вся снизу собирается... Поэтому... Я не стал... Ходовку всю собирать... А потом затягивать двигатель... Мне проще вот так сделать... Слушайте... Сколько стоит снять поставить двигатель... Вообще... Потому что знаете... Я сейчас общаюсь... 100 долларов... 400 долларов... 300 долларов... Все по-разному говорят... Ну мне кажется... 400 это мега дофига... А 100 это мега мало... Классно мы работали с вами... Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok